Вован просит помощи у коллективного разума канала. Привет, друзья мои! У меня к вам просьба, коллективный разум, подскажите. Есть задача перед рыбным прудом каскад вот таких бассейнов, которые арируют воду для того, чтобы форели всякие буржуйские жили хорошо. И мы столкнулись с заказчиком, который меня сейчас снимает, с такой проблемой. Он устанавливал первый бассейн, обкопал его. Водичка все равно обходила бассейн внизу. Сбоку, со всех сторон. И не хочет аэрироваться. Она аэрироваться не хочет, она здесь застаивается. Мы, конечно, можем забетонировать, но мы не сообразим. Ни я, ни заказчик, мы не гидротехники. Как, как сделать так, чтобы можно было забетонировать, хоть на день-два остановить воду? Но это не труба, это не труба. Это по всему склону, по камням двигается ключ. Так вот, подскажите, кто там умный? Как нам это сесть? Как нам здесь забетонировать? И чтобы вода нам не мешала? Пожалуйста, подскажите. Потому что человек хочет уникальные пруты сделать. И первое, форель у нас здесь для людей развести. А у него не получается. То есть, еще раз объясняю. Таких будет садков пластиковых, несколько штук. И с одних, с другой все ниже, ниже, ниже. Аэрироваться вода будет. И вопрос возникает, как прекратить воду? Каким способом? Чтобы нам забетонировать вокруг каждого бассейна. Так как съемка была на телефон и сумбурная, еще раз поясняю. Есть перепад высот. Есть родник на горе. Есть большой пруд с форелью. Надо установить каскад емкостей пластиковых, которые при переливании воды из одной в другую будут аэрировать воду. И газели... Какой газели? Форели будет хорошо жить. Чтобы не тратить на это электричество, которое там в дефиците возле пруда. Вот теперь схема одного водоема. Один вот такой водоем, это вид сверху. Есть ключ или родник. Установили емкость пластиковую. Обваляли ее землей. Но вода все равно просачивается вокруг емкости. Под емкостью. Никак не хочет попадать в емкость. Что только не делали, чем только не обсыпали. В чем состоит вопрос? Как забетонировать вот эти вот емкости вот тут, чтобы прекратить переток воды паразитный и направить поток воды непосредственно в емкость для аэрации? Кто там занимается гидротехническими сооружениями? Всякие гидрологи, гидротехники, как они там называются. Наверное, гидротехники, инженеры. Подскажите нам, пожалуйста. Потому что мы не знаем, какие притебрять действия. То есть вот этот забетонировать мы можем, но все время будет размывать бетон на момент, как сказать, производства работ. Как отвезти воду? Мы не можем сообразить. Какие-то водные каналы или какие-то кессон тут соорудить. Но чтобы не набивать шишки, мы просим вас подсказки. Я и заказчик этого пруда, который также мой старинный знакомый, которому я уже строил много разной недвижимости. Так что прошу помочь. Пожалуйста, в комментариях под видео напишите, как решить эту проблему, как отвезти воду в сторону и создать бетонные сердечники вокруг этих водоемов, чтобы вода шла вот сюда и аэрировалась при переливании с водоема в водоем. Надеюсь на ваш коллективный разум. Надеюсь и жду комментариев от тех, кто практически занимался отведением в ручьев, рек и, не знаю, там, гидроэлектростанций. Это вопрос не заработка денег, вопрос трудности воплощения конкретной этой задачи. Это мне вызов, и я хочу это воплотить. Для этого прошу вашей консультативной помощи. Кстати, как-то раз мы уже использовали родник, но только для того, чтобы запитать им водопровод. Вот тут всплывет видео. Жду комментариев. Я и заказчик Сергей. Всем спасибо. Самоизолируйтесь, но не болейте.